Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В пограничной зоне возле деревни Ленина задержаны двое россиян. Мужчины были без соответствующих документов. Сказали, что приехали для закупки мяса у местного населения. Оказалось, что одному из задержанных, жителю Брянской области, ранее уже был запрещен въезд в нашу страну до 2020 года. В его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Его товарищ привлечен к административной ответственности за нарушение приграничного режима. Штраф до 100 базовых величин с конфискацией автомобиля грозит перевозчику лома цветного металла из Добруша. Вес незаконного груза составил почти две тонны, а ценочная стоимость – более 2000 белорусских рублей. В отношении хозяина груза составлен административный протокол. На автомобиль наложен арест. Причина ДТП по улице Огаренко в Гомеле – превышение скоростного режима. Напомним, с управлением не справился 41-летний водитель. Автомобиль наехал на бордюр и врезался в столб. От удара Ниссан отбросил на проезжую часть. В результате ДТП 45-летний пассажир погиб на месте. Водителя доставили в больницу. Позже правоохранителям стало известно, что погибший и пострадавший – братья. 0% алкоголя. Сотрудники госавтоинспекции провели акцию в рамках профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем». Блицопрос проводился с водителями и пешеходами областного центра. Все задаваемые вопросы касались правил дорожного движения. Отличники получили полезные подарки. С начала года, то есть за 4 месяца, на территории Гомельской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 12 получили различной степени повреждения. Это все совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. Завтра в стране стартует акция «Внимание дети». С 25 мая по 5 июня водители обязаны будут передвигаться с включенным ближним светом фар в любое время суток. Приурочена акция к окончанию учебного года и проводится для предупреждения аварий с участием детей. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.